Говорит Черкесск В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Делегация Карачаев-Черкесия побывала в зоне проведения специальной военной операции. Сроки проектирования газификации у Чкуанского ущелья Карачаевского района и вдоль устья реки Большая Лоба сокращены. Рост туристического потока на курорт Архы требует строительства аэропорта в Черкесске. И в республике фиксируется резкий рост преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Далее об этих и других темах. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Тимрезов представил председателю правительства Российской Федерации модель экономического развития региона на Кавказской инвестиционной выставке, которая прошла в Минеральных водах. Напомним, это новая площадка для формирования эффективного взаимодействия между государствами и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала региона в России. Участники мероприятия могут ознакомиться с современными тенденциями и перспективами развития деятельности в области реализации масштабных инфраструктурных и инновационных проектов и программ. Руководитель региона Рашид Тимрезов рассказал премьер-министру страны, что прорывные проекты стали новой формой работы пресса и всей команды республики. Для Карачаево-Черкесии это такой импульс. Я вам докладывал по поводу прорывных проектов, по модели экономического развития. Еще хотел бы рассказать о том, что мы коллеги наши... Груша ваша? Не попробовали бы грушу у соседей? Да, очень вкусно. У нас самая большая граница, протяженность границы с республикой Абразия, наш братский народ. Самое главное, что я хотел вам сказать, я вам докладывал, на самом деле для нас прорывные проекты, они такой новой формой работы всего правительства, всей команды Карачаево-Черкесии. Хочу поблагодарить Юрия Яковлевича за поддержку постоянного региона и общественно-политической деятельности в социально-экономическом развитии. В модель экономического развития Карачаево-Черкесии, в частности, вошли такие прорывные проекты, как развитие зеленой генерации, развитие интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров и развитие туристско-рекреационных кластеров Архиз и Тиберда-Дамбай. По результатам реализации указанных проектов, общий объем инвестиций составит более 170 миллиардов рублей и позволит создать более 12 тысяч новых рабочих мест. Руководитель региона подробно остановился на каждом из трех направлений. Развитие зеленой генерации предусматривает строительство четырех малых гидроэлектростанций. На данный момент в него уже вложено почти 22 миллиарда 500 миллионов рублей частных инвестиций. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще одну малую ГЭС. Остальные проекты в области зеленой генерации реализуются в рамках утвержденных графиков. Интенсивное садоводство является приоритетным направлением развития акропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии. В модели включены два проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью тысячи гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн. На сегодняшний день высажено 500 гектаров садов интенсивного типа. Вместе с тем особое внимание уделяется туризму. В модель включены два прорывных проекта развития всесезонных туристско-рекреационных комплексов Архиз и Тиберда-Домбай с общим объемом инвестиций более 96 миллиардов рублей. Реализация указанных проектов позволит создать порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Рост туристического потока на курорт Архиз требует строительства аэропорта в Черкесске. При этом бизнес готов участвовать в реализации этого проекта на условиях государственно-частного партнерства. Об этом сообщил в ходе совещания прав комиссии по развитию Северокавказского федерального округа под председательством премьер-министра Михаила Мишустина на Кавказской инвестиционной выставке инвестор курорта Архиз Александр Ткачев. По его словам, создание аэропорта в Черкесске позволит также привлекать иностранных туристов. Это единственная республика на Северном Кавказе, у которой турпоток превышает более чем в 4 раза население самой республики. Население полмиллиона, а турпоток в Архиз сегодня 2 миллиона. И нет собственного аэропорта, хотя прогнозируемый туристический поток в республику до 2030 года будет 4 миллиона. Сейчас, по словам инвестора, дорога из ближайшего аэропорта Минеральные воды в Архиз занимает около 3-4 часов. Создание своего аэропорта позволит туристам добираться до курорта за один час. Карачао-Черкесия и Южная Осетия договорились о сотрудничестве в различных отраслях экономики, культуре, образовании и туризме. На площадке Кавказской инвестиционной выставки состалась встреча главы региона Рашида Тимрезова с президентом Южной Осетии Аланом Гоглоевым. Так, в ближайшее время члены делегации Южной Осетии познакомятся с работой наших промышленных предприятий, посетят объекты туристической сферы и сельского хозяйства, а также поделятся своим опытом в реализации инвестиционных проектов. А теперь к другим темам. На составшейся встрече главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова с генеральным директором компании «Газпром» Межрегионгаз Сергеем Густавым и руководителями подразделений «Газпрома» подписали протокол совместных решений в части газификации и разработки схем газоснабжения новых населенных пунктов, в которых в этом году планируется пуск газа. В частности, подтвердили сокращение сроков проектирования газификации Учкуанского ущелья, Карачао-Черкесии и вдоль устья реки Большая Лоба. Сергей Вадимович отметил, что республика демонстрирует хорошие темпы по социальной доготификации и высокий уровень платежей за потребленный газ. Делегация из Карачао-Черкесии побывала в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз бойцами из нашей республики в местах их дислокации встретились главы администрации Ногайского, Джигутинского и Малокарачао-Черкесии районов Мурат Хапиштов, Мурат Лаипанов и Рамазан Байрамуков. От единого штаба Карачао-Черкесии бойцам передали три маневренных автомобиля, два внедорожника и семиместный фургон. Собран также груз, состоящий из продовольствия, аптечных наборов и технических оптико-электронных средств. Груз был сформирован, исходя из запросов ребят-военнослужащих. Главы трех муниципальных образований на передовой встретились с командованием и личным составом. В формате открытого прямого диалога военнослужащие сообщили о запросах и нуждах. Заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова начала цикл встреч с семьями участников специальной военной операции в городах и районах Карачао-Черкесии. Первая такая встреча с матерями и женами военнослужащих из республиканской столицы состоялась в мэрии Черкеска. В мероприятии также приняли участие первый заместитель администрации главы и правительства региона Мурат Хубиев, министр труда и социального развития республики Руслан Шаков, глава регионального Минздрава Казим Шаманов, мэр Черкеска Алексей Баскаев, председатель регионального отделения комитета семей воинов Отечества по Карачао-Черкесии Аида Аннушко и другие ответственные лица. Отмечено, что несмотря на ежедневную работу правительства региона, городских властей, оперативного штаба, которые решают серьезные гуманитарные задачи, вопросы все равно возникают. Круг этих вопросов в первую очередь касается медицинского обслуживания и реабилитации военнослужащих, предоставления льгот, выплат, восстановления утерянных документов и других. В свою очередь, мэр республиканской столицы Алексей Баскаев рассказал о том, какая работа ведется в Черкесске по поддержке семей военнослужащих и мобилизованных граждан. Из них на сегодняшний день ряд семей получают систематическую помощь, другим семьям помощь оказана разово. Так, в рамках адресной работы по заявкам семей оказана помощь в ремонте жилья, приобретении лекарственных препаратов, детского питания и одежды, газового оборудования, получении медпомощи, оформлении мер социальной поддержки. Детями из семей участников СВО предоставлены места в детских садах. Решаются также вопросы трудоустройства родных мобилизованных горожан. Тарасу Гайворонскому из Медногорского Урубского района вручили медаль МЧС России за спасение погибающих на воде. В январе этого года шестиклассник спас на пруду двух 11-летних ребят, которые провалились, катаясь на льду. Тарас бросился на помощь, снял верхнюю одежду, взял палку и подполз к ребятам на животе, помогая тонувшим поочередно выбраться, а потом доползти до берега. Искренне восхищаюсь тем, как Тарас, еще совсем юный мальчишка, смог не только проявить смекалку и находчивость, но и показать настоящее мужество и отвагу. Далеко не каждый взрослый на такое способен. Спасибо родителям Тараса за достойное воспитание сына. Вся республика гордится смелым и решительным поступком земляка. С такими ребятами мы уверены в будущем и Карачаево-Черкесии, и всей России, написал в своем телеграм-канале руководитель региона Рашид Темрезов. Карачаевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении специалиста и эксперта Карачаева-Черкеска автодора, признав его виновным в халатности, повлекший по неосторожности смерть человека. Информацию комментирует старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии в взаимодействии со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Он признан виновным по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». В суде установлено, что обвиняемый не предпринял надлежащих мер, предусмотренных его должностной инструкцией, в том числе и по проведению текущих осмотров автодорог и выявлению дефектов, требующих устранения. Вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 5 июня 2021 года в ауле Каменомост Карачаевского района обрушилась часть моста через реку Кубань. В результате обрушения в реку сорвался двигавшийся автомобиль, водитель которого погиб. Несмотря на правовую сложность доказываний и непризнание вины подсудимым, суд согласился с представленными стороной обвинения доказательствами. Приговором суда должностному лицу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности в области дорожного движения в течение 2 лет. В последние годы фиксируется резкий рост преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Только за прошлый год ущерб от таких преступлений составил свыше 150 миллионов рублей, а по итогам четырех месяцев текущего года он превысил 80 миллионов. Злоумышленники похищают денежные средства граждан под видом сотрудников правоохранительных органов, МВД, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, а также различных банковских структур. МВД по карачайшей кейсе призывает быть бдительными и напоминает, что сотрудники правоохранительных органов и представители финансовых учреждений не звонят и не предлагают свои услуги по пресечению незаконных банковских операций и не требуют денежных средств за какие-либо услуги. Сотрудники Северокавказского межоригинального управления Россельхознадзора выявили частное домовладение в Карачайской кейсе, где незаконно содержались опасные хищники. Животных содержали в частном домовладении, вход на территорию был закрыт. Здесь же были обнаружены клетки для содержания животных. Нелегальный зоопарк сотрудники Россельхознадзора нашли во время выездной проверки индивидуального предпринимателя в станице Кардоникска и Зеленчукского района. Анализ данных системы «Меркурий» показал, что на площадку предпринимателя поступило 9 хищников. Два леопарда-меланиста – это черная пантера, три африканских льва, два тигра, персидский леопард и один волк. Всего же на учете в Республиканском управлении ветеринарии у предпринимателя состоят 30 хищных животных, среди которых пумы, рыси, тигры и львы. Отмечается, что использовать животных в культурно-зрелищных целях предприниматель не имел права, так как у него отсутствовала лицензия. Ну и последняя информация. В Черкесске осталось 21-е традиционное соревнование по гандболу среди детских команд, посвященное памяти погибших милиционеров подполковника милиции Сергея Ревенко и майора полиции Валерия Бойко. В этом году в состязаниях приняли участие 7 команд из Астраханской области, Северной Осетии, Старопольского края и Карачао-Черкесии. Перед матчем участники мероприятия традиционно посетили могилы погибших сотрудников, где возложили цветы и почтили память героев. По итогам турнира победителем стала команда Карачаевска. В финале ей уступили спортсмены из Владикавказа. Третье место завоевали гандболисты из Астраханской области. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без засадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. А в горах местами плюс 10-15 и выше 2,5 тысяч метров слабая лавиноопасность. В республиканской столице без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 22. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова